Ежедневно ученики, их родители и учителя школы номер 19 вынуждены вставать перед дилеммой, соблюдать правила дорожного движения и обходить школу почти вокруг, или пересечь вот такой небольшой участок дороги, однако не имеющий знака и разметки. Неудивительно, что именно последний вариант является самым популярным среди пешеходов. Пятиклассница Полина знает, где и как нужно переходить дорогу, но опаздывать в школу ей хочется меньше, чем следовать правилам. Я учусь в 19-й школе, и я хочу, чтобы на дороге нарисовали зебру, чтобы мы не нарушали правила дорожного движения. А возле средней школы номер 11 зебра есть, точнее она была, когда-то очень давно. Обновлять разметку никто, видимо, не собирается, ровно как и устанавливает знак пешеходного перехода. Знак поставить надо, потому что непонятно, ну зебра есть, а водители как летели, так и летят. На дороге ночью незаметно этой разметки. Иногда даже наличие хорошей разметки и знаков не обеспечивает безопасного и удобного пересечения дороги, как, например, на перекрестке перед школой-интернатом для детей с тяжелым нарушением речи, где пешеходный переход начинается в кустах и упирается в грязь, а зимой и в сугробы. Было бы удобно всем, если бы пешеходный переход заканчивался пешеходной дорожкой, или тротуаром, по которому можно пройти в школу, или был бы перенесен в другое место, где есть проход. Преподаватели спецшколы уже не раз обращались в УВД с просьбами разобраться с проблемой пешеходного перехода, но до сих пор никаких мер не предпринято. Видимо, о безопасности детей переживают только сами учителя. Перекресток сложный, здесь две дороги, тут две дороги, и машины не видно, как выезжают с той стороны. В общем, очень травмоопасная ситуация, на мой взгляд. Это очень неудобно даже мне, взрослому человеку. А в нашей школе обучается больше ста детей, которые тоже здесь переходят дорогу. Однако многие школы акция «Внимание детей» не обошла стороной. Больше половины образовательных учреждений в Тимиртау могут обеспечить безопасность своим посетителям. Все знаки около школы установлены, разметка на дорогах обновлена. Екатерина Лепехова, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.